Сегодня на заседании парламентской фракции Кыргызстан Кананбек Исаев раскритиковал работу дирекции свободной экономической зоны Бишкек. По его словам, в ведомстве много нарушений, на которые правительство закрывает глаза. В частности, не платит налоги. Выплаты СС в бюджет страны в год снизили с 6 миллионов до 60 тысяч сомов. Свободная экономическая зона Бишкек, располагающая территорией 346 гектаров, получает свыше 300 миллионов сомов доходов. На основе постановления правительства о платежах в размере 2%, они должны были перечислить бюджет всего около 6 миллионов сомов. Постановлениям правительства от 5 марта 2020 года, начиная с 2016 года, ставка составит 0,2%, а с 2019 года – 0,02%. Как отметил председатель Государственной налоговой службы Каббал Абдалей, в прошлом году от субъектов СЭС поступили налоги в размере 9 миллионов 907 тысяч сомов, в том числе подоходный налог – 9 миллионов 337 тысяч. За первый квартал 2020 года собрано 3,5 миллиона сомов подоходного налога. Что касается вышеотмеченных платежей в размере 0,02%, ГНС их не контролирует. Инициатор обсуждения Конадбек Исаев коснулся и вопросов кадров. По его словам, штатная численность необоснованно раздута, число сотрудников увеличилось более чем два раза. «Есть также информация о мертвых душах, которым платят по 30-40 тысяч сомов. Штатная численность необоснованно увеличена. Правительство не проверяет, не интересуется тем, нужны ли капитальные вложения. Это государство к государству. Бывшие заместители министра экономики говорили, что как минимум 100 человек можно убрать. Есть также информация, что директор СЭС покупал материалы на строительство у своих родственников без проведения тендера». В свою очередь, генеральный директор СЭС Бишкек Душин Ирсалиев поспешил ответить, что в аппарате работают 45 человек, остальные – обычные сотрудники. Также он подчеркнул, что за последние 20 лет объём инвестиций составил 1,9 млрд сомов. «Прошло 25 лет с момента открытия зоны. Если за первые 20 лет в СЭС было привлечено почти 2 млрд сомов, то последние 4,5 года мы привлекли инвестиции на сумму 2,6 млрд сомов. Открыли 12 современных наукоёмких предприятий». По итогам заседания парламентарий поручил государственным ведомством взять под контроль деятельность свободной экономической зоны Бишкек.